Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам, здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Вы знаете, ребята, всё чаще и чаще у меня возникают вопросы к её хомячкам, вернее, хомячкам. Объясню почему. У меня вообще возникает вопрос, традиционной ли они ориентации. И, кстати, я абсолютно ничего не имею против секс-меньшинств. Мне, например, всё равно, я к ним лояльно отношусь, то, что происходит у людей за закрытыми дверями в кровати, меня вообще никак не трогает и не волнует. Я сужу по человеку не о его, там вероисповедания, ориентации, о его действиях и поступках. Но почему затронула тему именно секс-меньшинств, объясню. То есть, если бы у Лёльки на канале были собраны мужики и донатили бабки, я бы это понимала. Я бы даже понимала, если бы Лёля была вот такой какой-то канал, типа слово пацана, там помогают все, и мужчины, и женщины, да, и это тоже понятно. Но когда сидит Лёлька, хомячики видят, что она ни в чём не нуждается, она сама об этом говорит, понятно, она там давит по всякому им на психику, влияет на них, но сам факт, то есть они видят, и человек упорно им говорит, я не нуждаюсь, ну дайте денег, и они дают, у меня возникает вопрос их ориентации. И объясню, ребята, почему. Лёля мне напоминает женщину, женщину, за которой ухаживают мужчины. Но обычно это работает так, да, то есть мужчина, любимую женщину, хочет радовать, удивлять, он берёт на себя её проблемы, старается решить эти проблемы, либо самостоятельно, либо участвовать в её проблемах и помогать эти проблемы как-то петлять. Но обычно это работает именно так. Так, и мало того, да, мужчина хочет радовать женщину, то есть какие-то цветочки, какие-то конфетки, какой-то поход вдвоём, независимо от того, есть дети, нет детей, да, но вырваться именно вдвоём, какое-то там свидание, там, я не знаю, кафе, ресторан, кино сходить, просто погулять, какой-то подарок сделать, то есть, да, вот эти вот моменты обычно делают мужчины. Есть такая категория женщин, да, которая всё больше и больше требует от этого мужчины, то есть хочется ещё больше, и эта категория женщин, как правило, да, вот у меня есть проблема, реши её, пожалуйста, я вот тут посижу и понаблюдаю, как и это ты распетляешь. И что вам это напоминает? Согласитесь, вот такие же отношения у Лёли с её хомячём. То есть, Лёля их выходит, озадачивает, да, вот как такая изнеженная, сбалованная женщина, что сегодня я хочу вот это вот, пожалуйста, сделайте. И манипулирует. Почему? Потому что, конечно же, каждая женщина знает, за какие ниточки потянуть, дёрну, так сказать, какие ниточки натянуть, ну, в общем, чтобы добиться от мужчины то, чего она хочет. И где-то там надутые губки, где-то слезинка, где-то улыбочка, где-то там любимый-любимый, пожалуйста. Ну, в общем, вот такие все тонкости и манипуляции, о которых мы знаем женщины, Лёлька применяет на своём хомяче. Поэтому и возник у меня вопрос, традиционной ли они ориентации. Потому что, согласитесь, ну, как-то ненормально, когда одна баба сидит, просит у других баб, а те охотно достают и прощаются со своим баблом. И спроси, за какую такую идею, они сами объяснить не смогут. Ну, да, есть у Лёли 10 деточек, ну, и у хомячиков же есть деточки. А так, получается, ты сидишь и рассуждаешь, что её деточки намного как-то лучше, чем твои деточки. Поэтому тем детям помочь нужно, а на своих можно и подзабить. И опять-таки, там идёт даже не помощь детям. Там идёт сбор всего лишь на Лёлину Бибику. Вот это мне и напоминает, да, вот эти отношения мужчины и женщины. Когда мужчина типа, да, блин, дорогая, хочешь машину, бери. Вот точно так же. И мало того, не просто хочешь машину, бери, а ещё мужчина упрашивает, да, вот, пойди сдай на права. Я хочу купить тебе машину. И тут бах, я не могу тебе покупать за наличку, возьми кредит, но я его оплачу. Что вам, ребята, это напоминает? И потом, конечно же, он пыхтит, тужится, корячится и платит этот злополучный кредит. И платит его до победного. Вот именно такие отношения у меня ассоциируются с Лёлей и её хомячом. Поэтому и возникает вопрос, какой эти дамочки ориентации. И, ребята, повторюсь, я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Но у меня именно вот такое впечатление и такое мнение об этих хомячках. Ну, нелогично, когда ты работаешь, твой муж работает, а ты какой-то Лёле отдаёшь часть заработанных денег. И ладно, когда это там 30 рублей, 100 рублей, но когда это 1000, там 500 рублей, возникает вопрос, что с тобой не так. И даже вот эти посоточки тоже много-много вопросов. Потому что эти посоточки идут с семейного бюджета чётенько и регулярно, на постоянной, так сказать, основе. Я вообще понимаю так, что хомячкам пора переходить на новый уровень и платёж делать регулярным. Вот карта пополнилась и бах, регулярный платёж. Либо поставить там каждые 3 дня, там раз в неделю. Официально вот такое вот даст списание на пользу Лёле. Ну да ладно, перейдём к самому обзору. А вы мне напишите, как вы это видите. Потому что, ребята, вот всё больше я просматриваю эту тенденцию, что это какая-то нездоровая тяга и влечение к Лёле. Ну и, конечно, сам обзор. Лёля, ребята, в стриме смотрит, отвечают ей хомячьё взаимностью или не отвечают. Действительно, вот теперь она мониторит именно это. Они должны проставить плюсики, отчитаться, что они теперь на стриме. Ну и Лёля сообщила с самого начала, что порадовать сегодня их нечем. Лёля, прекращай, вот просто прекращай, вот эти темы нечем порадовать. Честное слово, ты для них это и есть уже праздник. Вышла, они тебя увидели. И это высшая для них награда. Вселенская радость и счастье привалило. Лёлик в эфире, поэтому настолько недооценивай себя. И вот ты появилась, хомячьё бросила всё и прибежала на этот стрим. И, кстати, ребята, для меня как-то удивительно то, что люди в вечернее время смотрят Лёлькины стримы по полтора часа, по два часа. И это в выходные дни. То есть, простите, если бы у меня стоял приоритет провести это время со своей семьёй, даже просто с мужем, я не знаю, поваляться, посмотреть какой-то фильм и полялякать, я не знаю, там взять бутылочку венца распить, да, с какой-нибудь вкусной закуской. И просто поговорить вдвоём с книгой, поваляться, я бы отдала предпочтение воскресный вечер, например, или выходной вечер провести именно так, как и любой другой вечер, чем, например, тусить у Лёли на стриме. А так они всем своим говорят, да, чё там, типа, ували, у меня Лёлин стрим. И это, в принципе, тоже говорит о том, насколько эти люди одиноки даже в составе семьи. Что им приятнее проводить время с Лёлей, чем с родными и близкими людьми. Поэтому, Лёлька, недооценивай себя так. Ты для них высшая награда. Ну и дальше, конечно, многомамка. Ребята нам рассказала, что разговаривает очень и очень тихо, потому что у неё тихий час. Детки отдыхают. Мне вот интересно, а в чём была проблема провести этот стрим в другое время? Ну вот тихий час, как сама Лёля назвала, потому и называется тихий, что должен у деток проходить в тишине. Но где, опять-таки, вот забота о детях и понимание того, как должен проходить у них тихий час, когда Лёле необходимо встречу вот это стадо хамячьёв. Когда у Лёли стоит вопрос, да, на чаше весов. Либо сейчас их потрусить на бабло, чтобы их карманы не сильно оно отягощало, либо позаботиться о детей отдыхе. Конечно, намного важнее хамячьёв. Поэтому при любых раскладах Лёлька на стриме. Ну и дальше тут от какого-то нерадеевого хамячка прилетел вопрос, как перевести Лёле деньги. Всё, ребята, Лёле сразу щёлкнул какой-то калькулятор внутри её полутора извилин. И Лёлька сказала, сейчас всё, конечно же, обеспечит. И я хочу от себя добавить не просто обеспечит, а повесит целую простынь, куда можно перевести ей деньги. И, ребята, кстати, это тот случай, когда действительно блогер обеспечил себя любыми возможными способами, сделала всё для комфорта своих хамячков, чтобы им при любых раскладах было удобно перевести деньги. И отовсюду они их могут спокойно переводить. Вот такая заботливая женщина. Ничего себе! Всё для любимых зрителей. Ну и при этом Лёлька не забыла добавить трагизма. Опять опека эта злополучная. Ну что это за люди такие нерадивые? Сколько можно чего-то хотеть от Лёли? И как Лёля объяснила, занимаются они только тем, исключительно, чтобы забирать детей. А как помочь? Нет, нихрена они не делают. А Лёлька идёт на надрыве. Тачки с говном сама таскает. Вот действительно, опека, какого хрена вы ещё не приехали к Лёле и не таскаете её кизяки? Почему вы ещё не приехали к Лёле и не варите вместе с ней сыр? Ну что вы так вообще охренели и от рук отбились? И что самое интересное, Лёлька не понимает, что есть какой-то должностной устав. Есть понимание, что входит в людей обязанности, что не входит. Опека для того и есть, что контролирует, чтобы какие-то семьи, например, чтобы с детьми было всё хорошо и благополучно. И Лёлька действительно не понимает, почему же они к ней настолько часто и регулярно приезжают. Лёлька, я тебе отвечу благодаря твоему каналу, благодаря тому, что на этом канале лично ты собственными рученьками транслируешь. И благодаря твоему языку, потому что именно ты это говоришь. И сколько раз, ребята, она уже похоронила своих детей. И сколько кликбейтовых названий она уже использовала для того, чтобы привлечь аудиторию. То она, типа, готова похоронить детей, то, типа, у Жени они с голоду померли, потому что Женя не платит алименты. И психически здоровая мама никогда такое не то, чтобы даже не произнесёт. Она даже в мыслях такого не допустит. В отличие, конечно, от Лёли. А потом волна возмущения. Какая плохая опека. И вообще, ребята, все кругом плохие. Одна Лёля Робин Гуд. Ну и дальше Лёлька рассказала, что как только приезжают её старшие дети, Лёлька может сразу выдохнуть и расслабиться, поболеть в сласть. Именно этим Лёля занимается на досуге, как только приезжают дети. И я так понимаю, что дети приезжают не проведать мамочку, не побыть с мамочкой, младшими братиками, сестричками, а приезжают исключительно для того, чтобы заменить многомамку и бежать к её коровам. Лёля, обрати внимание, сколько у тебя из-за этих коров головника. Нафиг они тебе нужны. Тем более за два ведра молока. Толку от этого не будет никакого. Прекращай, пока не поздно. Ведь ты на надрыве идёшь. Ну и, конечно, Лёлька не забыла добавить, что она та мама, которая вырастила достойных детей, достойных людей. Вот у остальных нихрена не достойные. Смотришь на Лёлинах и понимаешь, какие это достойные чада. И, кстати, всё чаще и чаще Лёля сама себе противоречит. То она деньгами помогает и старшим детям, потому что они ещё нуждаются в её финансовой помощи. То она им ни хрена не помогает, и они самостоятельные и сами в состоянии заработать себе бабла. Короче, вот опять-таки какие-то непоняточки. Один день одно, другой день совершенно другое. И, кстати, когда вот Лёля заявляет, я вырастила достойных людей, мне интересно, а по какому принципу, по каким критериям идёт сей серьёзный отбор. Достойные это дети или недостойные. То есть, Лёля нам понимание, если они приехали, подоили её коров, вывезли две тачки кизяков, то это конкретно достойнейшие люди. Ну и дальше, ребята, конечно, тема Hyundai. Кто-то там мне писал в комментах, и Лёля называла так ролики, что якобы там Саша разбил машину. Ребята, я в это не верю, потому что сама Лёля ранее говорила, что у Саши нет прав, и он не имел права сесть за руль. Поэтому, конечно, Лёлька просто с какого-нибудь обзорного канала, я просто не отслеживаю, не знаю, с какого, украла эту тему для себя и кинула на затравку зрителям. Тем более, после того, как она сама сказала, что этот ролик шикарно зашёл. Это за последнее время впервые, когда у неё ролик вылетел в топчик. И всё благодаря громкому названию. Нет, это было плановое обслуживание машины, о чём сама Лёлька и заявила. И, кстати, ей пришлось даже машину на неделю оставлять в сервисе, потому что не было у многомамки 24 тысячи заплатить за плановое ТО. Ребята, и очередная ложь, трындёж и провокация. Ну, блин, кому, Лёля, ты звездишь? Не было 24 тысячи. У меня возникает вопрос, а где тогда бабосы, которые хамячьё собирают на бибику? Ну, если у тебя не было денег. Во-первых, да, первое, ты не будешь тратить время и бензин катаясь туда-сюда, ты дождёшься свою машину, снимешь оттуда 24 тысячи и уедешь на своей машине. Но Лёлька нет, ребята. Она уехала домой добывать эти деньги. И вот реально практически две недели она добывала 24 тысячи. И опять-таки вот какие-то оговорочки. То неделю она добывала 24 тысячи, то две недели добывала 24 тысячи. Ну, короче, наконец-то она их добыла. Поэтому машину она забрала. Ребята, ну вот согласитесь, какая ложь. Конечно, что-то Лёля не договаривает. Ну, и в промежуточках, пока Лёля рассказывает о всех своих тяготах и лишениях, Хомячьё там же написывает, что Лёля – это уникальная семья. Здоровье, здоровье и ещё раз здоровье. Хомячьё, вы хоть поведаете, в чём её уникальность. Уникальность не Лёлина, а уникальность её рогатки. А это разные вещи. То есть выплодить, да, и вырастить – это совершенно разные дети. Вот для того, чтобы рожать большого ума не надо. И наличие мозгов тоже не обязательно. Вот и да, пошла, чпоки-чпоки сделала, осеменилась, выплюнула через 9 месяцев и досвидос. То есть такие маргиналы перекидывают, да, дети у них как трава растут, а в Лёлином случае точно такая же трава, только под присмотром помощницы. Поэтому, когда вы пишете уникальная семья, в чём уникальность этой семьи? Уникальная семья в том случае, когда люди берут за своих детей ответственность на себя, рожают столько, сколько они в состоянии поднять и обеспечивать, не рассчитывая на государство, не рассчитывая на хамячё, не рассчитывая на то, что кто-то должен что-то дать, кто-то должен пожалеть, а дети будь, накормить и так далее. Вот тогда это достойные родители. А вы называете уникальной семьёй, вы так и говорите, что у Лёли уникальная рогатка. Вы почувствовали разницу между уникальной семьёй и уникальной рогаткой. Поэтому называйте вещи своими именами. И, конечно, Лёлькиной рогатке необходимо пожелать здоровья, здоровья и ещё раз здоровья. Потому что в последнее время Лёлька заявляла, матка стала ленивой. А коль матка лениться, продолжение Лёлькиного потомства вы можете больше не увидеть. Ну и дальше, конечно же, Лёлька, как всегда, надеется, что скоро кредита не будет. Не будет до такой степени, что он просто у Лёльки испарится. Лёлька, я верю, что это чудо обязательно произойдёт. Вот я уверена, что хомяки тебя услышали. Они должны как мантру себе в голову это вбить и только тем и жить вот этой твоей целью срочно испарить от себя этот кредит. Я думаю, на досуге именно этим они и займутся. Ну и, конечно, Лёлька не забыла здесь же в замес кинуть бывшего мужа. Как она его называет? ЕП-мудачок. Лёля, ну в таком случае у тебя и дети мудаки, и ты мудачка. Почему? Потому что ты этому чуваку давала, ты от этого чувака рожала. Да, это то же самое, как вот женщины говорят, мой муж козёл. Но в таком случае и ты коза, и дети твои козлята, потому что ты от козла рожала. И когда ты называешь ЕП-мудаком, ну такая же самая мудачка. И дети, ребята, я не оскорбляю детей. Это такое стёп-ирония, но факт остаётся фактом. Когда ты замешиваешь их отца и оскорбляешь, ты оскорбляешь этим в первую очередь своих детей. И, конечно, тема аварии. Лёля нам так и рассказала о том, что если бы действительно её бы, да, вот этот Саша попал в ДТП, разбил машину, она бы сразу обо всём рассказала, как это было и Жене. Вот она там негодовала, агрессировала и нам рассказала. Конечно, рассказала только после развода, через два годика про это ДТП. Я ещё тогда снимала обзор и рассказывала, что он разбил машину. И только, по-моему, через годик или полтора, но около двух, Лёля об этом заявила у себя на канале. Потому что до этого Лёля рассказала, что её машинка, Бибика, просто сломалась. И просто так она решила получить водительские права. А потом бах и села за руль. И даже тогда, будучи в браке с Женей, почему-то она не открыла всю занавесу правды. И не рассказала, что его тогда лишили водительских прав. А я ещё в то время снимала этот обзор и об этом всем рассказывала. И возникает вопрос, Лёля, а почему же так, если ты настолько искрена и честна со своими зрителями? Что же ты только спустя года об этом рассказала? И поэтому, да, хомячки, может быть, через пару лет и вы узнаете правду, что же произошло с Сашей и Бибикой на самом деле. Ну и дальше, ребята, то, что меня поразило. Лёля с её же слов, согласитесь, любила Женю до беспамятства. Просто до безумия. Её не остановил даже тот факт, что чувак накануне свадьбы и говорит, блин, я тебя не люблю. Чувак ей накануне свадьбы говорит, я не хочу тебя как женщину. И Лёля даже это никак не тормознула. Никак не остановила. Лёля его за грудки и уверенно потянула в ЗАГС. То есть, согласитесь, если, ребята, нормальную бы женщину, это как-то отрезвило. Но, конечно, не Лёля. Это настойчивая, успешная женщина. Очень такая предприимчивая, которая поняла, что при любых раскладах она должна выйти замуж за Женю Бе. И вот здесь самый интересный момент, как Лёля после этого оговаривается, что у них есть брачный контракт. И вот здесь мне становится очень весело. То есть, такая продуманная, которая ради Жени была готова на всё. И в горе, и в радости. И которая в ЗАГС его потянула, несмотря ни на что, додумалась о брачном контракте. И я думаю, у многих возник этот вопрос. Но приоткрою вам, ребята, за навесу тайны. Брачный контракт был подписан намного, намного позже. Когда Женя конкретно уже в Туровке бухерил, когда попал в первое ДТП и Лёлька его отмазала, она его напугала тем, что у них могут отнять то, что они имеют. и поэтому нужно заключить этот самый контракт и переписать дом на её старших детей, что Женька благополучно и сделал. Поэтому фактически, да, он не имеет никаких прав и не имеет там ничего своего. И вот так был подписан, знаете, вот так по-горячему, когда Женька боялся, Лёлька ещё угрожала ему тем, что она пойдёт его посадит, если он контракт не подпишет, из-за того, что он её избивал ранее и у неё были сняты побои. И вот под таким прессом и давлением Женёк подписал этот брачный контракт. С другой стороны, правильно, что подписал, отвечая за свои действия и свои поступки. Ну, вот такой вот обзор сегодня получился. Продолжение, конечно, следует. Ну, а я со всеми прощаюсь. До новых встреч!